Друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале Обедаем Дома Светлана. Большое спасибо всем подписчикам, которые остаются со мной, поддерживают мой канал. Вновь подписавшимся подписчикам, всем большое спасибо. Сегодня мы с вами испечем вот такой бисквитный, волшебный пирог, не требующий пропитки. Бисквитный пирог, нежный как облачко, тающий во рту. Количество ингредиентов вы найдете внизу в описании. А теперь давайте будем готовить. 100 грамм размягченного сливочного хорошего масла отправляю в чашку. Добавляю туда 150 грамм сахара, щепотку соли и 50 грамм растительного масла без запаха. Все это сейчас мы будем взбивать в течение 3-4 минут. Можно ручным венчиком. Взбиваем до белой воздушной массы. Теперь сюда отправляем 2 яйца. И на небольшой скорости будем взбивать минутку не более. Масса наша готова. Я отправляю сюда чайную ложку разрыхлителя, щепотку интенсивного ваниля. Если ванильный сахар, можно добавить побольше по вашему вкусу. Ваниль много не добавляем, иначе наше изделие будет горчить. Отправляем сюда из общей массы половину муки. У нас 210 грамм муки. Хорошо взбиваем все это. Отправляем 120 грамм молочка. Взбили, муку вбили. Отправляем оставшуюся муку и тоже вмешиваем в наше тесто на небольшой скорости. Долго вымешивать тесто это не надо. Муку всю вмешали, все ингредиенты растворились, смешались. Лопаточкой еще проверяем вот так. И наше тесто готово. Займемся яблоками. Я хочу добавить в этот пирог 3 яблочка. Вы можете добавить изюм. Можете любые другие фрукты добавить. Слива, груша, персик, абрикос. Все, что у вас есть. А можно и ничего не добавлять. Этот пирог очень вкусный и без добавок различных. Итак, я 3 яблочка очищаю. Нарезаю на небольшие кубики. И половину яблок отправлю сразу в тесто. Не на небольшие кубики нарезаем. Все отправили часть яблок в тесто. Перемешали аккуратно лопаткой. Духовку я уже включила. Будет нагреваться до 180 градусов. Форму беру круглую. Смазываю ее сливочным маслом. И посыпаю мукой. Отправляю сюда тесто вместе с яблоками. Выравниваем наше тесто по форме, по всей. Вот такое тесто кремовое получается. Тесто выровняли. Немножко встряхнем форму. Оставшие яблоки я вот так рассыпаю поверху пирога. Вот там косточка от яблочек попала. Сейчас мы ее уберем. Она там не нужна. Распределили яблоки. Сверху я присыплю сахаром еще. Для образования такой карамельной корочки. Если вы любите корицу, сахар можно с корицей. Я корицу не очень уважаю. Я присыпала сверху еще кокосовой стружкой. Все. Духовка наша разогрета. Отправляем выпекаться. У меня выпекался пирог 40 минут в духовке. При 180 градусах. Сразу духовку не открывайте по окончанию времени, чтобы сильно пирог не осел. Пирог посыпаю сахарной пудрой. И волшебное облачко, нежный вкуснейший пирог, тающий во рту, готов. Готовьте на здоровье. Готовьте для себя и для своих близких. Всем всего доброго. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, делитесь с ним, пишите комментарии. Готовьте на здоровье. Пишите, как у вас получился пирог. Понравился ли он вам. Всем мира и добра. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok